МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности о сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. КРАЗ и Богдан. Смертельное ДТП в АТО. 12 бойцов погибли. Был завербован, служил на блокпосте. Задержанный боевик о том, как готовят теракты. Командиры подчиняются спецслужбам Российской Федерации, а именно ПСБ. Без подарков, без воды и еды. О чем мечтают дети Красногоровки? Смертельное ДТП в зоне АТО на трассе Славянск-Артемовск. Накануне вечером столкнулись военные автомобили Крас и автобус Богдан. Погибли 12 бойцов нацгвардии. Они направлялись на ротацию. Более 20 человек ранены. Сейчас они находятся в Харьковском военном госпитале. Подробности в нашем сюжете. Бойцы 2-го батальона нацгвардии возвращались домой из зоны АТО. Около 7 вечера на трассе под Артемовском произошла авария. Автобус с военными столкнулся с грузовиками. По предварительным данным, причиной дорожного происшествия стала плохая погода. Это произошло в темную пору дней. За несприятливых погодных условий, слишком дорога. Это были две вантажки и один автобус, который перевозил представителей национальной гвардии. Из районной больницы Артемовска в Харьков пострадавших перевозили весь день. На дорогах скользко. По словам врачей, у бойцов травмы головы, грудной клетки, многочисленные переломы. К нам поступило в общей сложности 17 человек, четверо тяжелые. Находятся сейчас в отделении реанимации у нас. Остальные в средней степени тяжести. Всем раненым бойцам не больше 30. Все из разных регионов Украины. О том, что произошло, родные узнали от военных и волонтеров. Родственники пока не собираются, потому что будет решаться, очевидно, военными медиками. Вопрос об эвакуации. Может быть, им не нужно будет ехать в Харьков. Пока врачи борются за жизни пострадавших нацгвардейцев, харьковчане пришли сдавать кровь. В такой ситуации нельзя оставаться равнодушным. И то, что это, я считаю, что это мой долг, поехать туда, сдать кровь. Раньше я как бы не задумывался над этим вопросом. Но когда я побыл в горячих точках, я понял, как это важно. Вот вообще, если я сдам кровь, я спасу кому-то жизнь. Это очень важно. В центре крови принимают всех желающих помочь. Дефицита крови, говорят, нет. Запасы постоянно пополняются. Обычно мы заготавливаем где-то порядка 50 доз крови в день. Сегодня это количество увеличилось до 80. Из этих 80 человек порядка 50 – это те люди, которые именно, услышав о такой беде, пришли и сдали кровь. В военной прокуратуре случившееся пока не комментируют. Известно только, что начато досудебное расследование. А руководство Генпрокуратуры взяло расследование аварии под свой контроль. Татьяна Авинникова, Елена Захаренкова, Павел Кубраков. Подробности – телеканал «Интер». В зоне АТО запретили пассажирские перевозки. С 6 января, то есть с сегодняшнего дня, билеты на автобусные маршруты до остановок, расположенных на территории проведения АТО, не продают. В зоне АТО работает наш корреспондент Руслан Смещук. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Есть какие-то подробности у тебя о ДТП под Артемовском? Да, Наталья, сейчас это резонансное ДТП расследует военная прокуратура. Вот одна из причин трагедии – плохие дорожные условия и погода. Действительно, сейчас у нас тут на востоке из-за снегопадов и чередующихся оттепелей очень скользкие и опасные дороги. Наш автомобиль сегодня неоднократно заносило. Люди там были, как и те, которые ехали в первый раз, и те, которые уже побывали в зоне АТО, скажем так, уже достаточно много времени. На данный момент все травмованные находятся в Харківской лекарне. То есть, передо мной им была надана шутка медичная допомога в городе Артемовске. Сейчас они все привезены в городе Харків. Если же говорить о ситуации в целом, то, увы, за прошедшие сутки число обстрела украинских позиций боевиками увеличилось традиционно горячо в Донецком аэропорту и окрестностях на Дебальцевском плацдарме и в районе так называемой Бахмутской дороги. Из 7 часов 30 минут незаконные збройные формирования 16 террористов открывали огонь по позициям наших войск, застосовываясь стрелецкой оружием, гранатометами, минометами и артиллерии. Из стрелецкой оружием боевики обстрелили в наших войсках поблизости селенных пунктов Писки, Шуми. Найчастіше террористы сегодня вели огонь с минометов. Вони 10 друзей обстреляли в зеленых пунктах Славны, Шуми, Рідкодух, Дебальцево, Донецький аэропорт, околи Никишино, Надвичи, Ленинський. Также под Никишино, это Дебальцевский плацдарм, сегодня снайпер боевиков застрелил украинского военного. Несмотря на такие тяжелые условия, украинские бойцы готовятся встречать Рождество прямо там, на передовой, в блиндажах. Некоторые даже приготовили традиционную кутью и планируют собраться за рождественским столом, если, конечно, боевики не будут тревожить огнем. Ну да, готовимся, как все, с чего будет. Надеемся, будет тихо, спокойно. Готовы защищать дальше Родину и будем защищать ее. Это наше призвание, наша цель. Украина наша гордость, должны защищать. Наталья, на данный момент у меня все. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи с зоной АТО. И еще одна горячая точка, Мариуполь. Там находится Эльвина Сиболаева, наш корреспондент. Она также на связи. Эля, здравствуй. Расскажи, что сегодня в Мариуполе. Да, Наташа, сегодня боевики трижды открывали огонь по нашим позициям. Это недалеко от Чермалыка и Николаевки. Стреляли из минометов. Взрывы были слышны недалеко от поселка Павлополь. У нас вот такое. До вечера дожили, это и хорошо. Утром проснулись, тоже хорошо. Так и за дня в день. Стреляют в основном издалека. То есть это порядка двух, двух с половиной, трех километров. И наше стрелковое оружие мы не можем просто ими достать. Стрелы, как правило, происходят рано утром. Стреляют с тяжелого вооружения. Артиллерийские самоходные установки, танки, тяжелые минометы большого калибра. И наши военные в ответ огонь не открывают. Во-первых, потому что пострадают мирные жители. А именно за их спинами прячутся боевики. Ну а во-вторых, придерживаются режима тишины. Коминтерновский район. Родину защищать. Чтоб враг не постучался в дом. Чтоб семья была захищена. В Мариуполе СБУ задержала местного жителя. Работал на спецслужбе России. Подзывной Филя ему 26 лет. Был завербован боевиками. Прошел спецподготовку в Севастополе. После нес службу на блокпостах вместе с террористом, с подзывным Чехов. Готовил теракты в городе. К некоторым из них рассказал задержанный боевик. Были причастны российские спецслужбы. В том числе и к взрыву на блокпосте 2 ноября. Тогда при досмотре легкового автомобиля. Затонировала взрывчаткой. Трое наших военных и водитель были ранены. Неоднократно по приказу Чехова выполнял стрельбу в сторону села Коминтерново. За мое время пребывания в рядах боевиков. Я понял, что командиры подчиняются спецслужбам Российской Федерации. Именно ФСБ. И сегодня мы побывали в селе Орловска. В последнее время оно не подвергалось минометным обстрелам. Но местные жители просыпаются и засыпают под звуки тяжелых орудий. Слышат их практически каждый день. Они живут недалеко от оккупированной ДНР территории. Вспоминают, что до войны село процветало, а сейчас же на грани вымирания. У нас была тракторная бригада. Мы же от зажиточного были. У нас была овощная бригада. Люди жили. Осталась рабочая точка только одна, магазин. Детский сад закрыли временно. Это уже навряд ли, чтобы его открыли. Потому что деток поувозили много. Мы настолько, чтобы за Украину, чтобы была все целенькая, чтобы все было. Никакого числа не рвать, ничего. ДНР мы не принимали и не будем его принимать никогда. У меня родители в Широкино живут. Они вообще там в шоке. Я до родителей не могу проехать. Потому что уже как границу там поставили. И в районе Новоазовска украинские партизаны ликвидировали снайпера иностранца, подзывной убитого боевика Бородан. Пока у меня все. Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбалаева была с нами на связи из Мариуполя. Каждый день с нами на связи жители Донецка и Луганска. От них мы узнаем, как прошел день в оккупации. Давайте послушаем. Начиная с вечера, с прошлого вечера и всю ночь продолжались непрерывные обстрелы Донецка, Петровского района и поселка Октябрьский. Есть разрушения, есть жертвы. В общем, люди, честно говоря, отвыкшие уже за месяц от таких масштабных боевых действий просто в ужасе. Усугубляют ситуацию то, что с сегодняшнего дня министерство, по-моему, оно называется инфраструктуры, запретило и прекратило автобусные сообщения с зоной АТО. Перестали продавать билеты с территории Украины до пункта назначения, находящегося на территории ДНР. То есть, например, Донецка. То есть люди теперь могут доезжать только до тех пунктов, которые контролируются Украиной. А дальше, мои дорогие, добирайтесь как хотите. Пешочком, я же говорю, по лесам и полям. Аналогично и с Донецка. Они продают билеты на территорию подконтрольной Украины. Товарищ, который на шахте работает, который на поселке Юбилейный, рассказал, что им наконец-то дали зарплату. Ну как дали? Он раньше зарабатывал в 7200, а ему теперь зарплату начислили 720 гривен. То есть в 10 раз меньше. Причем из этих 720 гривен он на руки получил только 120. Вот вы представляете, как вот человеку жить. По аптекам лекарства есть. Цены, конечно, поднялись. Ну как, есть лекарства в Луганской фабрике. Многих каких-то там редких лекарств. Тех, которые там завозятся, их понятное дело нет. Больные там жалуются, что многого не могут купить из того, что им необходимо. Цены выросли значительно. С апреля на востоке Украины за время российской агрессии погибли 4700 человек. Более 10 тысяч ранены. Это данные ООН. В организации также подсчитали, что беженцами, занятого террористами Донбасса и оккупированного Крыма, стали более миллиона человек. Половина переехали в другие регионы Украины, половина в соседние страны. Для сравнения, за все 10 лет войны в Афганистане погибли около 14 тысяч советских солдат. Тогда груз 200 стал кошмаром для многих матерей. А вот у российской правозащитницы Елены Васильевой другие данные. 5,5 тысяч погибших на Донбассе, это только российские военные, которых Кремль постоянно переправляет в Украину, вместе с техникой и вооружением. За последний месяц, по информации правозащитниц, на территорию нашей страны прибыли еще 7 тысяч вооруженных россиян. Еще 7 тысяч человек было введено к вам на территорию Украины из числа российских военнослужащих, которые так быстренько превращаются, ни с того ни сего, то есть они пропадают, как военнослужащие. В большинстве своему становятся ополченцами, которые совершенно шикарно управляют достаточно дорогостоящей военной техникой российской. С кем из высшего руководства России общаются террористы? СБУ обнародовало переговоры так называемого казачьего атамана города Стаханово с боевиком. Атаман сообщает, что лично беседовал с российским премьером. Я думаю, что встречался с кем. Ну, с Тамбовым. С Дмитрием Анатольевичем Медведевым. О, нормально. Ну и как? Он. Ну что, выбил грады нам, выбил пушки, а танки дадут, что дадут же? А знаешь, как нас назвали? Вы передовое лицо казачества Российской Федерации. Самое главное, слушай, до 15 января мы будем полностью обеспечены всем вооружением. Вообще все, что это? Да, при мне дам приказ Стамбулу до 15 января танки, БМки, пушки, все остальное предоставить. Но дело не в этом. У вас другу. Я при мне слышал приказ господина Медведева предоставить специалистов. Не просто, говорит, Балабулов советников, а специалистов по всем родам вольным. Как встречать Новый год без газа, воды, праздничного стола, подарков под елкой? На что надеяться и чего ждут дети Красногоровки, которую наши освободили еще летом? Что там сейчас? И когда этот город вернется к нормальной жизни? Подробности у Натальи Грищенко. Касты ехали! Нормально! Отлично! В дороге красногоровские школьники провели почти 7 часов, но не жалуются. По сравнению с разрушенным войной родным городком, здесь все кажется сказкой. У нас нет воды, ни газа. Украинские войска освободили Красногоровку почти полгода назад, но массивные обстрелы боевиков прекратились только в декабре. Эти дети привыкли жить в постоянном страхе. Впервые за много недель восьмилетняя Соня улыбается. Впереди целых три дня праздников. Ёлка, Дед Мороз, сытная еда и долгожданные подарки. Все то, чего дома нет. Купить подарок девочке родители не смогли. Не за что. В Красногоровке разрушены все предприятия, работы нет. Люди живут на пенсии и детские пособия. Да и снять деньги проблема. Банкоматы не работают. Вода только техническая. Тепла и газа нет. Еду часто готовят вот так, на кострах. Если есть из чего. Дана вспоминает, раньше мама часто готовила похожие булочки. Сейчас все по-другому. Приходится экономить. Гуманитарку дают, паши, ну и сардины. Больше ничего. Ну еще дают мука есть. Бывают бублики. От голода они не умерли благодаря волонтерам и украинским бойцам. Освободив Красногоровку, они начали подкармливать местных детей. У нас попросили памперсы, у нас попросили детское питание. Потом мы начали привозить туда вещи, продуктовые наборы. Потому что первые дети с женщинами, которых мы увидели, они у нас попросили хлеба и воды. Почему в городке, который столько времени находится под контролем украинских войск, хотя бы частично не восстановлены коммуникации? Почему не организован подвоз продуктов и питьевой воды? Задать эти вопросы некому в городе без власти. Мэра у нас и до сих пор нет. Как начались войсковые действия, так мы его и снили, и не видели больше. Наверное, неизвестно, в каком направлении. Как вот Янукович снили. Кто и когда обратит внимание на разрушенную Красногоровку, эти дети не задумываются. Сейчас они ловят каждую минуту праздника и забытой беззаботной жизни. До возвращения в прифронтовую зону у них есть три дня. Наталья Грещенко, Евгений Феденцов. Подробности. Днепропетровск. Мы продолжаем, и вот что у нас дальше. Мэр-трансгендер. Индийские возможности третьего пола. Рефлексии по Пикассо. Почему внучка гениального художника хочет избавиться от картин деда? Пивные реки-брюзги. И с доставкой никаких проблем. Дракон снова не полетел. Запуск американского космического грузовика Dragon отложили из-за технических неполадок. Обратный отсчет был прерван менее чем за две минуты до запланированного старта. Следующая попытка назначена на пятницу. Этот полет должен стать уникальным. Первая ступень ракеты-носителя вернется на Землю, на баржу в Атлантическом океане. Речь идет о том, чтобы контролировать приземление объекта размером с 14-этажный дом, который движется со скоростью 2000 км в секунду. В мае частная компания SpaceX представила второе поколение своего корабля Dragon, которое сможет доставлять космонавтов на МКС. Новый аппарат заменит Российские Союзы. Мусорные ресурсы. Если уголь и газ дороговато, то при желании можно топить тем, на что раньше не обращали внимание, например, тростником. Как его приспособили в Одесской области, знают наши корреспонденты. Со всех сторон город Вилково окружают сотни гектаров вот такого тростника. Заготавливать его начинают в декабре, заканчивают в марте. Это один из основных промыслов у местных жителей. С помощью вот таких комбайнов или просто вручную тростник выкашивают и продают в Западную Европу. Сотни тонн. Там из него делают экологически чистые крыши. В специальных цехах тростник вычесывают и придают ему товарный вид. Примерно треть сырья остается в виде отходов. Раньше такие горы мусора просто сжигали, отравляя воздух. Но вмешался Всемирный фонд природы. Предложил утилизировать с умом. Во-первых, уменьшить выброс в атмосферу сжигания этих отходов в открытом местности. И при этом получить полезный коэффициент от этих отходов. На деньги европейцев купили специальный котел и установку. Остатки тростника загружают внутрь агрегата, где все это измельчается, дробится и прессуется. На выходе получаются вот такие брикеты. По количеству получаемого тепла такое топливо приравнивается к обычному углю. Правда, сгорает в полтора раза быстрее. То есть подкладывать нужно чаще. Ну и цена, соответственно, у брикетов в два раза ниже, чем угля. Поэтому экономически все равно гораздо выгоднее отапливать брикеты. Пока в рамках эксперимента брикетами отапливают вот это двухэтажное здание местного гурсовета. Но вскоре тростником будут согревать новые детские сады, затем школы и больницы. Кочегар Николай Васечкин рассказывает, система полностью автоматизирована. Засыпаем. Вот это ведро где-то на часы на два, на три. И температура где-то около 60 градусов. В проекте участвуют и ученые местного заповедника. Для них ценность в том, что тростник является так называемым возобновляемым ресурсом. То есть независимо от человека пополняется естественным путем. У нас в контексте политической ситуации, нашей энергозависимости от России, то сейчас сам Бог велел лицом развернуться к этой возобновимой энергетике. Пока же, констатируют экологи, в Украине возобновляемые ресурсы занимают лишь 1% в отечественной энергетике. Для сравнения, в Норвегии, где более суровый климат свыше 60%. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности от телеканала Интер. Одесская область. Мир захлебывается нефтью. Черного золота слишком много и оно обесценивается с каждым днем. Кого это пугает, а кого наоборот радует, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Почему цена на нефть стремительно падает и чем это грозит? Британские аналитики и журналисты пытаются понять и спрогнозировать, к чему приведет эта тенденция на рынке черного золота. Все чаще звучат опасения грядущего спада мировой экономики. Сегодня цена на американскую нефть упала ниже 50 долларов за баррель. Это символическая черта и пятилетний рекорд. А всего за последние полгода черное золото потеряло половину стоимости. Причин такого обесценивания несколько. И главное это переизбыток предложения и низкий спрос. И несмотря на то, что нефти уже и так слишком много, нефтедобывающие страны не собираются уменьшать ее добычу. Напротив, они готовы продавать еще дешевле, лишь бы не потерять рынки сбыта. К примеру, лидер по добыче нефти Саудовская Аравия накануне опять понизила цену для европейских клиентов. И скорее всего стоимость черного золота будет падать и дальше. А за ней и стоимость акций ведущих энергетических компаний. Так что спады мировой экономики не миновать, говорят эксперты. И указывают на США, мол, там спекулируют ценой на нефть в своих геополитических интересах. Проще говоря, давят на Россию. Но в Америке никаких угроз мировой экономики не видят. Мы считаем, что падение цены на нефть и газ выгодно нашей экономике. И в первую очередь это ощутит средний класс. Семья, подъехав к бензоколонке и увидев цену на доллар ниже, поймет, денег будет потрачено меньше и больше останется на другие нужды. Здесь, в Лондоне, пока даже предположить не могут, что же способно повлиять на подорожание нефти. Наоборот, возможное соглашение с Ираном по ядерной программе приведет к увеличению объема нефти на рынке. А за этим последует очередной обвал цен на нефтепродукты. На радость тем, в первую очередь, кто эти нефтепродукты импортирует. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Стремительное пике российского рубля продолжается. 64 за доллары, 76 за евро. Об очередных рублевых антирекордах и о том, как их переживают обычные россияне Данил Русаков. Он в Москве. Они опять поползли вверх, причем как назло в новогодние праздники. Иностранная валюта дорожает, рубль продолжает ставить новые антирекорды с момента так называемой стабилизации. И месяца не прошло. Тогда зарубежные денежные средства достигли сегодняшних показателей. Евро почти 70, доллар где-то около 60. После наступил черный понедельник, потом вторник возникла паника. Россияне кинулись к обменникам скупать валюту. Но сейчас пока все тихо. В стране усиленно отмечают праздники. Те, кого ситуацию в экономике волнуют, больше продолжают гадать. Но вопрос прежний, как именно правительство будет бороться с галопирующей инфляцией. Есть предположение, что точно так же, как и в прошлый раз. То есть опять потратит несколько годовых бюджетов Иркутской области, чтобы заморозить начавшуюся агонию. Думаю, доллар уже ниже 50 рублей не будет никогда. Еще упадет, я так думаю. Из-за очередного рублевого обвала в убытки ушли туристические агентства. В аэропорту Томска отменили все рейсы в Бангкок и на остров Пхукет. По словам перевозчиков и продавцов путевок, теперь это нерентабельно. Представители туристической индустрии российской столицы тоже бьют тревогу. По их словам, путешествия в страны Шенгена тоже сошли на нет. Это связывает с подорожанием курса евро. Сравнялись и цены на билеты. Госперевозчик Аэрофлот, который славился самыми дорогими тарифами, цены поднимать не стал. Но из-за удорожания авиатоплива его основные конкуренты были вынуждены изменить тарифную политику. Как итог, теперь летать на любых самолетах стало одинаково дорого. Данила Русаков, Сергей Ведмит, Московское бюро, телеканал Интер. Электронный рай в Лас-Вегасе. Сегодня там открывается ежегодный праздник для любителей инноваций. Самая большая выставка электроники. И одно из главных хай-тек-шоу покажет новинки техники, которые уже в этом году войдут в нашу жизнь. От вспышек для селфи и супер-батареек до вазонов, которые сами себя поливают. От детского кресла, которое повторяет движение матери, до автомобиля без водителя. Ну и главные тренды этого года – умные часы, изогнутые дисплеи и сверхтонкие гаджеты. Сказочный ледяной город в Харбине. Пятикилометровая золотая цепочка в Эмиратах и пивная река в Брюге. Об этом и не только в нашем обзоре. Внучка Пабло Пикассо, Марина, продает полотна своего знаменитого деда. На продажу решила выставить минимум семь картин. Выручить за них планируют 290 миллионов долларов. Все шедевры из ее личной коллекции. Марина Пикассо – дочь старшего сына художника. Расстаться с полотнами решила якобы из-за того, что все это ей досталось без любви. Своего деда она неоднократно обвиняла в безразличии к ее семье. Впервые в истории Индии народ избрал мэра трансгендера. 35-летний Матху Кеннар возглавил город Арайгарх. Ранее он, будучи представителем низшей касты, зарабатывал на жизнь пением и танцами в электричках. Пока община не попросила его поучаствовать в выборах. В прошлом году в Индии признали существование третьего пола, неопределенного. 9 японцев насмерть подавились моти рисовыми лепешками, которые едят на новогодние праздники. Еще более 120 человек госпитализированы. Блюда готовят из особо клейкого риса. И хоть власти страны все время призывают не спешить и тщательно пережевывать лепешки, непрожеванные моти ежегодно отправляют на тот свет несколько человек. Под бельгийским Брюгев скоро потекут пивные реки. Местная пивоварня получила добро на строительство трехкилометрового пивопровода. По нему хмельной напиток будут доставлять в разные точки города. Ожидается, что отказавшись от доставки пива грузовиками, удастся уберечь мощеная брусчатка и старинные улицы. Пиво потечет со скоростью 6000 литров в час. В Тбилиси померили силами те, кому за 70. Боролись за звание супер бабушки и супер дедушки. Местные пенсионеры соревновались в танцах и музыке. Хвастались костюмами. Победу вырвали Лида Майзбурадзе и Зураб Гагидзе. Обоим по 82 года. 5,5 километров чистого золота. В Объединенных Арабских Эмиратах изготовили цепочку, претендующую на место в Книге рекордов Гиннеса. Вес изделия 256 килограммов. Работали над ней 100 человек на протяжении 45 дней. Стоимость цепочки почти 6 миллионов долларов. Однако продавать ее целиком не будут. После того, как зафиксируют рекорд, изделия разберут на части. Тонны снега и льда. В Китае стартовал традиционный Харбинский фестиваль. 7 тысяч мастеров-ледоробов выстроили тут целый ледяной город. С дворцами, башнями и горками. Ночью все это великолепие подсвечивают разноцветными огнями. Ледяное царство простоит до конца февраля. Благо, погода позволяет. Временами температура в Харбине падает до минус 40 градусов. Украина и весь православный мир сегодня отмечают рождественский сочельник или богатую кутью. В этот день завершается рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательно на праздничном ужине кутья и узвар. О том, как готовиться к Рождеству на Буковине, расскажут наши корреспонденты. В семье Лидии Гайдей и заставны к сочельнику готовятся с самого утра. На кухне все кипит, варится, жарится. 12 постных блюд, согласно традиции. Главное на праздничном столе кутья. Ее хозяйка делает по семейному рецепту. Пшеничка мае бути села, варится надолго, за 6 годин, перебирается, полочится, потом ее треба добре вымочить и потом варить. Чтобы блюда были вкусными, приступать к приготовлению надо с чистой душой и добрыми мыслями, рассказывает хозяйка. Помогают Лидии дочь и крестница, делают помпушки. Здесь в заставне традиции чтут свято. Накрывая праздничный стол под скатерть, обязательно кладут чеснок и сено, чтобы вся семья была здоровой. На пол орехи, чтобы хозяйство было большим. Чтобы наши кури добре неслися, чтобы яйца не пили, чтобы курчата родились, больше курчок, чем куготики. Как и 100 лет назад, праздничные блюда едят только ложками. На стол ставится столько ложек, столько родина за столом мае вечеряти. И обовязково біля калачів ставится вот такой тильною стороною, вот так ставятся ложки, столько душ померло, столько не пришли на вечерю. И вот она первая звезда. Семья садится за стол. Сначала молитва. Ее обязательно произносит мужчина. Дякую Тебе, Боже, за Твои щедрі дари правословинам цього вечерю. И пошли хворим, страждущим, неимущим, свои щедрі дари. После ужина дети и взрослые высыпают на улицу. Ряженые ходят от дома к дому. Калядуют, желают благополучия. Закалядувати можно? А вот после полуночи гуляния только для взрослых. С калядками, вертепами и танцами. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Где одновременно можно услышать с Рождеством и Аллах Акбар звуки волынок и крики муидзина. В таком месте сегодня побывал наш корреспондент на Ближнем Востоке Сергей Усендер. Наверное, это тоже чудо господне, что синоптики в очередной раз что-то напутали и вместо сильного снегопада случился просто сильный ветер. Приветственные плакаты, правда, норовили улететь, но в остальном все прошло отлично, как и положено в канун светлого праздника в самом сердце христианского мира. Откуда пошла такая необычная традиция? Ходить парадами на Рождество по прихрамовой площади Вифлеема, да еще с музыкальными инструментами разных эпох и стилей никто за давностью лет, конечно, не упомнит. Но традиция прекрасная. Лично я наблюдаю ее уже восьмой год подряд и не перестаю удивляться всему этому шоу. Парад – событие, которое влечет и местных, и множество туристов. Вот он, звездный час для всяких торговцев с сувенирами и нехитрыми закусками. А для паломников удивительная возможность своими глазами увидеть место, где произошло великое чудо. Среди приезжих, кстати, очень много украинцев. Бажаем всем, и русскому, и российскому народу, и украинскому народу, чтобы наш народ был счастливым в этом году. Я думаю, что этот год принесет удачу, любовь, терпение. Уважаем вам счастья и удачи и всей Украине на Новый Рик. И все царестяне. Христос срождаем. Барабанщики, волынщики, скауты – все смешалось в этой необычной процессии, завершают которую крестный ход иерусалимского патриарха Феофила Третьего. У него обязанность почетная и святая – провести первую торжественную службу в старейшем христианском храме Церкви Рождества. Построили ее 1700 лет назад, и стоит она с тех пор как символ нерушимости веры. Единственный храм в этих краях, сохранившийся с домусульманского периода. И молитвы, которые в этот день возносят верующие со всего мира о мире, которого так не хватает сейчас ни здесь, ни в Украине. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Вифлеем. А во Львове установили традиционный дедух, недалеко от костела Петра и Павла. В этом году новый дедух не вязали, отреставрировали прошлогодний. Он состоит из более чем ста небольших снопов, переплетенных между собой. Перевязанный снопой перевязанным, длинным соломенным жгутом. Дедух – языческий символ семейного достатка, уюта, тепла. Рядом установили большой казан с кутей. Отведать ее смог каждый желающий. С противоположной стороны площади рынок открылся, уже ставший традиционным, рождественский вертеп. И если в минувшем году это был вертеп на баррикадах, то в нынешнем организаторы ввели новых героев. Это украинские военные и президент России вместо царя Ирода. Мы играем роль військовых, которые несут добро в нашей Украине. Они несут мир. Не важно, в какой мы мове говорим, что-то такое. Главное, чтобы в этот чудовый день, в это все свято, мы смогли объединяться и таки законовать мир в Украине. Не много всем нам нужно, чтобы приближаться к небу. Счастья, спокойствие, здоровье, родных поруч и любовь. Хай ялинка я сносит, звенка коляда лунает. Святый вечер зайдет в браму, Бог обеспечивается вами. Христос рождается. За развитием событий вы можете следить на нашем сайте. Подробности Юэй в прямом эфире мы увидимся уже завтра. Волшебного вам и теплого вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok